Значит, по поводу гарантии и что будет от чего зависеть, будет ли что-то зависеть от хода переговоров. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и чётко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Но чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединённых Штатов? Нет! Это же Соединённые Штаты своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома? Ну чего здесь необычного? Вот как американцы бы отнеслись, если бы мы взяли на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты? А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли, что ли? Ну ладно, всё затихло. Никто не вспоминает про это, так как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина-то складывалась. Кто её создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22-го года союзный и 24-й год Конституции. Правда, после его смерти, но по его принципам созданный. Значит, вопрос в безопасности. Сейчас бог с ней с историей. Вопрос в обеспечении безопасности. Поэтому нам важен не ход переговоров, нам важны результаты. Ну разве мы не знаем? Я же много раз уже об этом сказал. И вы наверняка знаете хорошо. Ни одного дюйма на восток сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. Пять? 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 Продолжение следует...